Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Есть проблема – должно быть и решение. Глава «Анапы» продолжает практику личных приемов граждан, в ходе которых каждое обращение становится задачей для ответственных служб. Заплати налоги и поезжай спокойно. Как по мановению полосатой палочки, должники попадают в руки судебных приставов. Когда вся семья на показ. Как в «Анапе» с помощью конкурса укрепляют самый мощный и важный институт – институт семьи. В субботу глава «Анапа» объехал пляжные территории – от центрального в черте города до центрального пляжа Витязева. Заместитель главы Эдуард Балмашев, директор МУПАКУ Наталья Серова отчитывались перед руководителем города-курорта, как выполнено его поручение – освободить прибрежную территорию от незаконных и брошенных конструкций. В результате Юрий Федорович отметил – до идеального порядка еще далеко. Снимать с контроля поручение рано. В целом прибрежная территория поддерживается в хорошем санитарном состоянии. Тем отчетливее бросаются в глаза проблемы. Деревянные настилы, выглядывающие из песка, бесхозные конструкции – случаи единичные. Но и этого не должно остаться. Я сказал – освободить все пляжные территории, убрать от этого хлама. МУПАКУ не знает, чья это стоит. Не знаете, чья? Вывозите, это муниципальная земля, я не могу понять. Посмотри, какой вид. Тут ходят отдыхающие тысячи, приезжают, смотрят на это создание. Услышал, вы увидимся. То же самое касается пляжа Аджемете-2. Он находится под МУПАКУ. Почему там эти собачники опять стоят? Больше всего замечанию главы Анапы возникло в ходе осмотра муниципальных пляжей на Джемете и Витязево. Если не убирают, значит, рассчитывают возобновить свою деятельность. Заведующий Витязевским пляжем Андрей Сидиков уверяет главу – от всего этого не останется и следа. Мы разбираем, Юрий Федорович, все. Там не разобрано, здесь не разобрано. Гора вот этих собачников стоит, которая здесь стоит. Я вас прошу, наведите здесь порядок. И это должна быть не аттракционная группа на пляже. Это должен быть пляж муниципального образования. Вот это тысячи людей, которые с Витязево приезжают, они жалуются. Их не интересуют вот эти попрыгунчики, горки. Их это не интересует. Они хотят пляжа, песка и моря. А у нас было все тут заставлено, как на рынке. Более-менее все территории у нас нормальные. Более-менее у нас проблема – это муниципальные пляжи. Джем-Эте-2 и Витязево. Больше всего вопросов находится именно здесь. Поэтому вас как руководителя и вас как руководителя прошу вас навести здесь порядок. Даю вам две недели. До 1 декабря. Все, больше срока не будет. Есть, Юрий Федорович. Все сделаем. Задача понятна? Ясно, ясно. Все, занимайтесь. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Демонтаж конструкций и вывоз их с пляжной территории начались вместе с новой рабочей неделей. Заместитель главы Анапы Эдуард Балмышев будет ежедневно контролировать процесс наведения порядка на пляжах и представлять фотоотчет Юрию Полякову. Создана рабочая группа. В помощь МУПАКу выделили сотрудников трех управлений – муниципального контроля, торговли, санаторно-курортного комплекса и туризму. В течение понедельника рабочие подняли на свет скрытые песком деревянные площадки, брошенные недобросовестными арендаторами пляжей. Техника не оставляет щепки на щепке. Строительный мусор будет вывезен. Такая же участь ждет сваренные и запетонированные металлические конструкции. Возможно, на их демонтаж уйдет больше времени и усилий. Тем не менее, их не оставят на побережье. Рабочие также приступили к разбору двух ролетов на Джамете-2 и ролетного ряда на Парали. Юрий Федорович обозначил нам о том, что не все вывезенные парапеты, оставшиеся после того момента, как работали кафе, не все настилы убраны с территории пляжа. Есть еще несколько объектов, которые просто разбираются. В том числе и на Парали есть ролетные ряды, которые на сегодняшний день как раз вы видите, что их снимают. На следующий год, согласно новой схеме размещения, мы планируем, чтобы у нас на пляжных территориях находились только лежаки для отдыхающих, зонтики, максимум это навесы, мороженое и напитки в промоупаковке. 19 ноября в России отметили День ракетных войск и артиллерии. В военной части по улице Тургенева, где базируется 1141-й гвардейский артиллерийский полк, состоялось торжественное построение. Торжественный марш и праздничное построение. На плацу весь личный состав и ветераны службы. Военачальники поздравили артиллеристов с праздником. Особо отличившихся отметили грамотами и благодарностями. Священнослужитель отслужил молебен в честь покровительницы артиллеристов, святой великомученицы Варвары. Мы сейчас являемся продолжателями всех традиций, которые были заложены нашими дедами, прадедами. От себя хочу поздравить всех вас с этим днем. Хочу пожелать вам успехов в нашем труде, нелегком, успешного выполнения всех задач, которые перед нами ставит командование. Самое главное – здоровья. Первоначальный праздник назывался Днем артиллерии и был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году. Вознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. Позже он был переименован в День ракетных войск и артиллерии и отмечался каждое третье воскресенье ноября. А с 2006 года за праздником было решено закрепить определенный день – 19 ноября. Ракетные войска и артиллерия – один из родов сухопутных войск России, который на сегодняшний день оснащен самым современным и перспективным вооружением. Разговор с дольщиками дома по улице Толстого, 111 А, решение по вопросу строительства тротуара на улице Терешковой в Субсехе, содействие в сотрудничестве жильцов и управляющих компанией. Юрий Поляков вникает в разные проблемы, а на общение озвучивает их на личном приеме главы города-курорта. Тамара Полевая на приеме у Юрия Полякова не впервые. Она настаивает, их дому требуется сменить управляющую компанию. Сейчас это подведомственная Минобороны организация. Но решить за жильцов общежития этот вопрос администрация не может. В этом году в феврале передали дом уже в муниципалитет, но управляющая компания осталась та же. Мы опять собирали собрание. Ворум мы не собрали. Жители не хотят уходить из-под ГУЖФ, их все устраивает. Есть 14 квартир. Комнат. Комнат. Ну соберите 100 человек, что вы не соберете. 10-15 человек только собирает. За 10 дней вешаем объявление и говорим. Соберитесь на собрание. Тамара Ивановна доложит вам о ситуации. Примите какое-то решение. Но если из 114 только 10 не нравится, мы что должны делать? Тем не менее, помощь администрация окажет. Направит в управляющую компанию требование создать комиссию для обследования дома. Газификация дома по улице Толстого 111А – вопрос, который ежедневно Юрий Федорович поднимает на планерке с заместителями. Сегодня ему доложили – наложен сервитут на землю, где пройдет труба. Это еще один шаг вперед. Теперь люди просят направить специалистов технического надзора в квартиры для проверки газового оборудования. Вы слышите, вот я говорю, ключи есть, все есть. Они дадут возможность проверить стояки там, все. Чтобы потом мне не говорили, что ключей нет. Услышите, говорят? Есть. Не на все, но на то количество необходимое по проценту они наберут. Чтобы технодзора... Да, да, это срочно. Вадим Клевцов пришел с просьбой построить на улице Терешковой в субцехе тротуар. Проезжая часть очень узкая, машины еле разъезжаются. Пешеходам и вовсе нет места. Юрий Поляков дал поручение вынести этот вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения. Возможно, стоит сделать улицу односторонней. Тогда будет полоса для тротуара. Личный прием главы Анапы Юрия Полякова проходит в администрации каждый понедельник. Никита Бойко, Роксана Бокуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Стоп-должник. Сегодня судебные приставы совместно с сотрудниками роты дорожно-постовой службы провели внеплановый рейд. Основная цель – взыскание задолженностей с водителей, вовремя не оплативших штрафы за нарушение правил дорожного движения, а также алименской и налоговой задолженности. За ходом операции наблюдала наша съемочная группа. Как показывает практика, будучи остановленными на посту в ходе совместных рейдов судебных приставов и полицейских, граждане более активно начинают погашать задолженности. Подобные рейды проводятся несколько раз в год, ведь автолюбители не всегда находят время или вовсе не желают оплачивать долги. А для злостных неплательщиков такие рейды порой завершаются весьма печально. Были выявлены такие должники, были арестованы машины сразу на посту в присутствии сотрудников полиции, были составлены акты ареста имущества, данные граждане были вызваны к нам в отдел для уже дачи объяснения дознавателям с Федеральной службы судебных приставов и для возбуждения уголовных дел и погашения задолженностей. И приносит хороший результат, потому что, как правило, почтовые священия могут до людей не дойти, либо люди могут сказать, что они ничего не получали. А здесь, как правило, люди, которых мы выявляем задолженности, мы сразу берем с них объяснение и обязательство о прибытии. То есть здесь уже люди извещены. За один только час были проверены порядка 20 автовладельцев. Статистика неутешительная. Практически каждый второй водитель имеет какую-либо задолженность. Приставы выписывают письменные уведомления с требованием погасить долг. Суммы в большинстве случаев невелики – 1-2 тысячи рублей. Однако приставы настоятельно советуют любой долг погашать своевременно. А вот Артему Асланяну переживать не за что. После стандартной проверки вердикт в базе должников не числится. Я, честно говоря, приветствую, потому что у кого есть долги, я надеюсь, они должны закрывать. Ну, как-то так, чтобы свободно можно было продвигаться. Бывает, бывает. Я стараюсь вообще в течение недели это все закрывать, потому что, ну, смысл какой его оставлять, если когда-нибудь остановят и могут огромные там проблемы для тебя. За неуплату штрафа нарушителям грозит удвоение суммы, административный арест до 15 суток или исправительные работы. Должников все больше и больше, к сожалению. Тем самым работы прибавляются, ну и должникам, соответственно, тоже хлопот добавляем. Может быть, люди не знают, что нужно оплатить свои налоги каждый год до 1 декабря. В этом году, если кто-то не заплатил, то обязательно нужно заплатить, иначе налоговая инспекция обратится в суд, будет решение суда и, соответственно, попадет к нам, и мы будем уже применять меры принудительного исполнения к должникам. Отметим, что имущество, оказавшееся под арестом, должники смогут получить лишь в том случае, если в течение 10 дней погасят долг. В ином случае арестованное имущество будет реализовано, а вырученные от продажи денежные суммы пойдут на погашение за должности. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В преддверии Дня матери в Анапе подвели итоги городского конкурса «Семья года». Он проводится впервые, и это волнительное событие как для участников, так и для организаторов, которыми выступили Управление по делам молодежи, Молодежный центр 21 век и Клуб молодой семьи «Вера, Надежда, Любовь». Семь семейных пар вместе с детьми приготовили видеопроект о своих увлечениях, продемонстрировали таланты на сцене и блеснули эрудиции в интеллектуальных конкурсах. Победители в разных номинациях получили грамоты и ценные призы. В семье Юдиных слово «мама» звучит чаще остальных. У Екатерины и Василия восемь детей. Шестеро младших вместе с родителями приняли участие в конкурсе. Как говорит сама Екатерина, они легки на подъем, любят путешествовать и гулять на природе. Успешно совмещают занятия спортом и творчеством. Обожают легкую атлетику, играют на музыкальных инструментах и занимаются вокалом. Когда молодые встречаются, молодая семья, это здорово, начинает зарождаться вот именно молодая семья. Но когда в семье начинает звучать слово «мама», семья начинает жить другой жизнью. Это переворачивает все. Это становится, семью сближают эти сложности, материнство и так далее. Поэтому мы поем песню «Мама», потому что она очень для семьи символичная. Если много деток, то им нужно уделять много внимания, как коль уж они есть, интересоваться, что хочет твой ребенок, и стараться максимально помочь и поддержать его в этом. У нас есть и будущие повара, и будущие врачи, и будущие летчики. Они уже знают, чего они хотят, а мы стараемся просто супругам помочь им воплотить их мечты в жизнь. В рамках конкурса семьи делились своими традициями и взглядами на жизнь, показывали дружность и сплоченность, раскрывали разносторонние таланты. Жюри пришлось нелегко, к тому же система оценки была весьма строгая. Паллы присуждались не только за исполнение, но и за оригинальность и постановку номера, а также качество выполнения портфолио. Однако, как отмечают организаторы, это не соревнование. Главная идея конкурса – сплотить семьи, разнообразить досуг, помочь им завести новых друзей и напомнить о главных и незыблемых семейных ценностях. Зачастую работа, дети, семья, дом – это вот все обыденное. А тут вот хотелось вытащить их из дома, чтобы они показали себя, познакомились. Конечно, все переживают, но задор есть. По результатам конкурса победу одержала семья Климовых. В качестве главного приза им вручили сертификат на индивидуальную фотосессию у профессионального фотографа. Также все участники получили сервизы и сертификаты в магазины мебели и товаров для дома. Организаторы надеются, что конкурс станет традиционным и будет иметь еще большую популярность в следующем году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. А в спортивной школе «Виктория» юные шахматисты посвятили своим мамам турнир. 18 участников из разных школ города состязались не только в шахматах, но также приняли участие в различных интеллектуальных конкурсах, посвященных этой древней игре. Главные виновницы мероприятия на протяжении всей игры поддерживали своих чат и принимали поздравления с наступающим Днем Матери. Что такое шахматы? Спорт, игра, наука или искусство? Проматерью шахмат считается индийская чутаранга, возникшая во II веке до н.э. В IX веке игра проникла в страны Западной Европы, Скандинавию и на Русь и получила название шахматы. Оно происходит от слияния двух слов – «шах» и «мат», что означает «правитель повержен». Об этих и других исторических фактах юные шахматисты узнали из занимательной викторины, которую организаторы праздника устроили перед началом турнира. Впрочем, эти спортсмены о шахматах знают все. Анапская школа номер два – одна из сильнейших в крае. Школа стабильно функционирует уже более 25 лет. Мы на уровне вполне конкурентоспособности. В частности, могу привести пример, если из первенства ЮФО на Россию со всего края пробилось 10 человек, в общем, четверо из них – наши. То есть это такой существенный процент. Могу сказать, что с Краснодара никто не пробился. Сегодня здесь проходит турнир среди школьников младшего возраста. Играют в партию «Блиц-шахмат». Тут требуется особая внимательность. Если шахматист по ошибке сделал невозможный ход и перевел часы, комбинация считается выполненной, и выигрыш автоматически присуждается сопернику. Анастасия Карпова – шахматистка с четырехлетним стажем. Рассудительность и внимательность юной спортсменки приносят свои результаты. На вооружение имеются даже любимые шахматные приемы. Королевский гамбит и защита Алёхина. Защита Алёхина, потому что я ее очень давно знаю. И с защитой Алёхина я много раз уже побеждала. Я с четырех лет ходила на разные занятия. Например, на вокал. Когда я пошла на вокал, рядом был шахматный клуб. Я пошла в шахматный клуб и с четырех лет я занимаюсь. А вот Екатерину Евпак к шахматам приобщил дедушка. Позже вместе с родителями приняли решение продолжить обучение уже в шахматной школе. Много очень интересных позиций. Много интересного. Особенно, когда нам Арсен Рафаэлович рассказывает много интересного. И есть такие детские матки, которые... Сегодня юных шахматистов поддерживают их мамы. Именно им ребята решили посвятить турнир в преддверии Дня матери. На третьем месте Роман Степанов, ученик школы номер один. Второе место у Алана Барабаш, средняя школа номер шесть. Победителем турнира стал Назар Непесов из 11-й школы села Супсех. Руслан Душевский, Анапа, регион. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и терапевтам. ВОЗИ. 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 ВОЗИ.